Год уходящий был, безусловно, необычно результативным для севастопольских представителей многих видов спорта. Впервые за многие годы охотники на лис смогли завоевать право подняться на высшую ступень пьедестала почета чемпионата Европы. Сальников Никита, без преувеличения можно сказать, совершил прорыв в области радиопеленгации для севастопольских спортсменов. Сегодня в студии директор севастопольской станции юных техников Василий Сергеевич Домашенко и воспитанники станции Никита Сальников, Анна Евстигнеева, Настя Романовская. Напомним несколько о календаре 2011 года, насколько он был насыщен, насколько он был плотно заставлен различными соревнованиями. Ну, без преувеличения можно сказать, что каждый год, каждый месяц у нас проходят соревнования по спортивной радиопеленгации. Не исключением стал и 2011 год. Я хочу напомнить, что в мае месяце ежегодно проводится Киевская весна, Кубок Европы по спортивной радиопеленгации в городе Киеве, в которых принимают участие спортсмены из 13 стран Европы, примерно порядка 300 человек. Затем проходили соревнования чемпионата Европы, в которых принимал наш воспитанник, участие сальников Никита в Болгарии 13-16 июня этого года. В сентябре этого года проходили всеукраинские соревнования среди учащихся молодежи по линии Министерства образования и науки Украины. И в октябре проходил чемпионат Крыма, на котором наши спортсмены выступили также достойно. Из 11 участников, членов команды сборной наше учреждение, 9 человек стали призерами и победителями чемпионата Крыма. Никита, чемпионат Европы. Несколько слов об этих соревнованиях. Как было в Болгарии обустроено все? Ну вот я летом ездил на чемпионат. В Болгарии было немного сложнее тем, что там ландшафт отличается тем, что больше рек и болот. Тем сложнее было. Ну а так, в принципе, все вроде получилось то, что хотел. В Крыму в основном дистанции где-то в горах или на равнинах? Есть ли пересеченные местности? В основном в горах. В Болгарии, в принципе, было так же. Горы, ну, равнин было мало. Конкуренты. Кто постоянно дышал в затылок? Ну, больше всего это Россия была. Вот они тоже хорошо выступили. Даже в конце мы им как бы уступили место. Но в командном зачете что у вас получилось? Второе место Украина. А в личных? В личных. Ну, у меня первое. Ну, там тоже много медалей у нас. То есть продуктивно поработали, да? Да. Кубок Крыма по радиопеленгации. Раня, давай, расскажи, как проходили соревнования? Ну, участвовало 9 команд, ой, 7 команд из Крыма, вот, разных городов. Наши участники, было 11 человек из Севастополя. Из них 9 заняли призовые места. Ну, соревнования прошли отлично, только погодные условия подвели. Очень туманно было, поэтому было очень тяжело искать лисы. А так, в принципе, все хорошо, все довольны. Каждый получил, кто занял призовое место кубки, медали, дипломы. Все довольны. У тебя какие места? У меня второе место за Крымске. То есть одна трасса была, да? Нет, было два дня, нам давали за многоборье. То есть по итогам, по сумме двух дней? Да, нам давали медаль кубки. Настя, а как у тебя прошло выступление? У меня было выступление прошло нормально. Вот недавно у нас, 27 числа, были соревнования в Симферопольске. Ну, для начинающих. Там был по одному и тому же диапазону. Пробежали все нормально, школьники были. Я заняла первое место. Ну, конкуренты были серьезные? Или ты там была лучше всех и никаких сомнений не было? Ну, конкурентов достаточных так-то и не было. Было народу мало. Не все приехали в города. Бегать практически не с кем было. Простите, Сергей Сергеевич, а какое место сегодня занимают севастопольские лесоловы или радиопеленгаторы в сборной команде Украины, в национальной сборной? Как я уже отметил, что практически ежемесячно проводятся соревнования по спортивной радиопеленгации. И по результатам этих соревнований производится отбор сборной команды Украины. Наших три представителя нашего учреждения включены в состав сборной команды Украины. Это Сальников Никита, который уже ездил на чемпионат Европы. Сорокина Анна, она год назад заняла второе призовое место на чемпионате Европы в Чехии. И третий член сборной команды Украины – это Евсеневия Анна, которая тоже практически чемпион Украины, чемпион Крыма, занимает призовые места постоянно. Результат, вернее, отбор производится по результату участия в соревнованиях. Для того, чтобы участвовать в чемпионатах Украины, нужно выезжать, слава богу, не в зарубежья, но как минимум в Киев. Я понимаю так, что там этапы Кубка проходят. Кировоград, Киев, Западная Украина, Центральная Украина. Чаще всего мы участвуем в чемпионатах Крыма. На базе Крымских гор, на территории Крыма проводятся всеукраинские соревнования. Соревнования среди общества, содействия обороне Украины, а слову бывшей ДСААФ. Поэтому, участвуя в соревнованиях крымских, наши ребята уже привыкают к горно-пересеченной местности. Я хотел заметить, что соревнования проходят при любой погоде. Снег, слякоть, дождь, независимо от этого, туман, как сказала Аня. Это добавляет своего экстрима, своего изюминку в этих соревнованиях. Но, тем не менее, дети с удовольствием принимают участие. Это здоровье, это спорт. Разъездной характер соревнований по радиопеленгации говорит о том, что требуются определенные материальные затраты. Но, как минимум, нужен транспорт. Комфортно, если где-то в горах старт, комфортно было бы, чтобы дети, вернувшись на финиш, могли переодеться, попить горячий чай, согреться, чтобы, не дай бог, не простудились. Кто помогает вообще ребятам в поездках на соревнования? Если честно сказать, то помогают нам в основном спонсоры. Государственное финансирование не выделяется не только на этот спорт, а на учреждения практически уже много лет. Но есть спонсоры, которые... Общество содействия обороне Украины, которое оплачивает проезд на соревнования. Это родители в основном, которые заботятся о здоровье детей, потому что этот вид спорта – это практически здоровый ребенок, который находится под постоянным наблюдением врачей и специалистов. И в основном родители. Никита, несколько слов о том чуде техники, которая лежит на столе перед тобой, радиоприемник. Что он собой представляет? Это называется... Этот приемник. Этот приемник, он называется пеленгатор. С помощью него мы прослушиваем лисы, ну, передатчики, которые устанавливаются в лесу, и находим их. Там есть два рычага, ну, настройка частоты и громкость. На карту мы наносим пеленги, направление лис, и бежим просто на лису. Вы, как спортсмены, в качестве потребителя этого прибора, или вы все-таки вникаете в суть техническую, что внутри находится? Насколько материальная база изменилась до последних 10 лет? Ну, раньше аппараты были более, скажем так... Горбузские? Ну да, большие. Сейчас они более удобные. Ну, и если ты, например, там падаешь, раньше упал, он мог сломаться, а сейчас они делают железные такие хорошие, что сломать трудно, можно сказать. Ну, доводилось заглядывать вовнутрь этой коробочки? Ну, перед каждым соревнованием мы проверяем зарядку батарейки, ну, и рассматриваем иногда. Василий Сергеевич, на каких частотах работают эти радиопередающие пары? Соревнования проводятся на двух диапазонах частот. 3,5 МГц и 144 МГц. Я хотел дополнить еще Никиту, что действительно ученики на занятиях изучают от луку Морзе, правила радиообмена работы в эфире, изучают историю создания изобретения радиотелеграфа и изучают принцип работы данного устройства. Вот. Работу с картами, работу на местности, бег, многоборье. Они перед каждым соревнованием проводят тренировки усиленные. То есть не в качестве пользователя этим прибором, а в более широком диапазоне? В более широком диапазоне, да, значение. То есть каждый из ребят, в конце концов, еще и радиотехник? Я думаю, да. Потому что они полностью в совершенстве на слух обязаны принимать радиотелеграф. Лиса работает одну минуту, передает свой позывной, 4 минуты молчит, работает следующая лиса, 4 минуты всего, 5 лис на дистанции. И нужно необходимо правильно спланировать свой забег таким образом на местности, чтобы построить наименьший путь пробега и финишировать последнюю лису, взять ближе к финишу, чтобы находилась лиса. Тогда оптимальный путь пробега и, естественно, результаты будут выше. То есть все 5 передатчиков работают, прослушиваются с любой точки и дистанции, но с интервалом, с 3 минуты. Минуту работает лиса, потом следующая лиса, минуту работает, и так по очереди 5 лис. То есть надо взять пилинг? Проходимо определить пилинг, определить силу звука, то есть таким образом мы определяем расстояние до лисы, нанести на карту пилинг, направление, в котором находится лиса, спланировать свой план действий забега и дальше на время, на скорость выполнить поиск лис. Настя, не мешает ли занятие спортом, учебе в школе? Мне кажется, оно не мешает, потому что спорт в жизни тоже важен, и в школе, и в жизни. Никита, с успеваемостью все нормально? Да, в школе все нормально. Аня, а как? Отлично. Василий Сергеевич, вот сегодня мы вас представляем как директора станции юных техников. Точно так же было 20 лет назад. Станция юных техников. Потом названия менялись, Центр технического творчества. Сегодня возвращается старое название. Это смена названия или это все-таки наполнение новым содержанием? Я считаю, что вместе с возвращением старого названия, Севастопольская станция юных техников, у нас повышается статус. Мы до сегодняшнего названия имели творческо-производственный центр районной станции юных техников. 11 октября решением городского совета мы переименованы Севастопольскую станцию юных техников и принимаем статус городского учреждения внешкольного. И таким образом мы будем работать со всеми школами города. И представлять город на всеукраинских соревнованиях. Под какими флагами вы сегодня выступаете на соревнованиях? Я понимаю так, что сама станция юных техников пока не позволяет под своим флагом выходить. Мы выступаем на соревнованиях под флагом Севастополя. И все украинские соревнования. Есть такая традиция, когда при награждении или при построении команды всегда выносится флаг. И вот можно показать, форма наша, нету флага, с собой не взял фотографию. То есть это показывает то, что наше отношение к городу, наша любовь к наших детей. Мы прививаем этим самым отношение, любовь к своему родному городу. То есть мы не под чужими флагами не выступаем. У нас есть свой флаг станции юных техников. Мы его выносим на 19 мая, на день Союза детских организаций. Благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, что следующие наши встречи будут отмечены большим количеством медалей. Этот иконостас будет все время увеличиваться и увеличиваться. И найдутся наконец источники финансирования для того, чтобы команда ваша выросла и численно, и в своем мастерстве. Уважаемые телезрители, дело в том, что радиопеленгация, это как вид спорта, радиоориентирование, это одна из разновидностей спортивного ориентирования в целом. Разные дисциплины, но смысл приблизительно один и тот же. И не зря мастера спорта по радиопеленгации, крымские мастера, успешно выступают в чемпионатах Крыма, в чемпионатах Украины по спортивному ориентированию. В том числе на длинных, на средних дистанциях и даже в марафонах.